здравствуйте друзья коллеги вот наконец-таки я изготовил вольер для клестов и объединил их с розовокрылыми или как еще их называют краснокрылыми чечевичниками птица довольно таки интересная и абсолютно не изученная то есть в принципе этой птицы до сих пор вплотную прежде чем объединить этих птиц чечевичников и клестов я провел длительную работу по совместимости я в небольшой клетке проверял как они себя ведут вместе с какими птицами но от идеальной совместимости получилось что с клестами с дубоносами и как ни парадоксально еще с волнистыми попугаями прекрасно вот но в данном случае я решил много птиц сюда не совать объединил только клестов и чечевичников вот что значит мы имеем данном вольере ну поскольку чечевичники в естественных условиях гнездятся во всевозможных таких полу нишах нишах выемках норах для них я поставил домик сейчас приоткрою лучше видно вот этот домик для гнездования чечевичников ну понятное дело что в общем вольере как я уже в одном из роликов своих предыдущих рассказывал что они не загнездятся в таком вольере чтобы загнездились и нужен ну как минимум метров 11 вольер чтобы был общий для всех птиц в подобном вольере будут видны предпосылки гнездования и вот если я увижу эти предпосылки как я уже рассказывал то есть пары которые будут таскать веточки находиться в этом домике я их просто отсажу и уже пересажу в отдельное помещение для гнездования то же самое я поставил гнездышко для клестов если я увижу что птицы будут проявлять активность естественно это гнездышко я перевешу в отдельную клетку и отсажу уже туда пары которые проявляют активность вот но значит здесь я старался максимально создать птицам комфорт каждую неделю я срезаю свежие ветки сосны ели меняю их на дно у меня насыпается три слоя первый слой сухой песок потом второй слой это опилки и третий слой это мульча сибирского кедра она выполняет роль антисептика и как показала практика это наилучшая подстилка взял и сколько чего только не перепробовал вот это вот идеальный вариант здесь естественно купалки мы видим сделанные подвесные купалки и также купалки которые стоят на дне вольера в зависимости от удобств птицы как им удобнее например одним нравятся такие купалки другим нравится вот такой вариант купалки чтобы птицы не чувствовали себя каким-то общемленными для этого я сделал всевозможные варианты здесь вот кормушечки подвесные также сделал прорези что втыкать огурчики там яблочки апельсинки очень удобно поилки там будут спрашивать почему красный это контоксин для поддержания окраски птицы также я подвешиваю всевозможные шишки но в данном случае грозь винограда я подвесил всем просто нравится сам процесс обрывать ягодки что-то не с кормушки брали а вот именно как конечно это неестественно виноград для клестов и чечевичников но ягоды они любят почему бы нет вот значит эта стенка у меня возле окна поэтому я тоже сделал с решеточки чтоб свет попадал на нее далее мы видим здесь подсветка у меня светодиодная и я ее сделал такую розоватую для можно обычную сделать белый свет но просто я сделал розоватый почему потому что и клесты и чечевичники имеют и красный розовый цвет и просто птицы выглядят наиболее эффектно при таком освещении но поэтому такая вот декорация сделал когда солнце ярко светит в принципе эти диоды они вообще не нужны а когда вечер темно выглядит очень красиво вот далее там вот мы видим за кормушкой вот такой вот небольшой светильничек вот его сейчас видно этот светильничек на солнечных батареях и когда темнеет у меня вот это вот лампа светодиодная она на таймере сейчас я покажу всю эту систему вот система таймеров они отключаются в данном случае на один с вечера наступает темнота а когда наступает темнота автоматически включается вот это вот лампа ночного света которая заряжается днем от солнца ну или просто от яркого света она заряжается этого хватает для ночного освещения чтобы птицы не боялись любились ничего потом тоже вот интересный момент такой здесь окно его открываю но у меня с москитной сеткой когда я открываю если у меня солнечная сторона солнце постоянно и ультрафиолет естественно ультрафиолет при этом окне светит прямо в вольверх постарался все продумать до мелочей таким образом происходит витаминизация освещение и вообще как естественный процесс зимой тоже солнышко светит можно открывать закрывать пожалуйста открыл-закрыл проветрил птицы счастливы и весел скорлапт Ну вот как-то так.